Всем привет! Вы не знаете, куда разместить шланг после полива? Сегодня я в этом помогу. Всегда возникает проблема. Полили, куда его положить? Мы начинаем его скатывать, вешивать на гвозди, тем самым портим внешний вид участка и, конечно же, портим шланг. От того, что если будет он висеть на гвоздиках или каких-то крючочках, вот здесь он пережимается, соответственно, со временем начинает переламываться в этом месте и портится. Я вам предлагаю прекрасную альтернативу. Посмотрите, здесь на стене я вывесила небольшое количество держателей для шлангов. Чем они хороши? Ну, во-первых, они красивые. Посмотрите, насколько большатый ассортимент даже у меня вот здесь на стене с различными кованными оформлениями, с бабочками, с крикозами, различная ковка в виде различных завитушек. Выполнено очень красиво. Есть держатели для шланг вот такой, очень оригинальный, кстати, устойчивый, надежный и в то же время необычный. После того, как вы польете, шланг очень легко разместить. Можно его просто повесить. То есть конструкция выполнена таким образом, что она, вот этот размер позволяет разместить достаточно большую бобину шланга. Вы просто размещаете и все. Удобные круглые держатели, которые предназначены для того, чтобы просто можете на них наматывать. Они надежные, прочные и, конечно же, красивые. И самое главное, очень функциональные. Все эти модели, много-много других, вы можете найти у нас в интернет-магазине hitsat.ru. И там-то вы их и приобрести. Один клик и такая красота окажется у вас в подсобном помещении или же в саду. Заходите к нам в интернет-магазин, делайте удачные покупки и украшайте ваши технические зоны. Кстати, они тоже должны выглядеть красиво и эстетично. Всем пока!